Это ужасная история, это правда ужасная история, потому что начинали картину оба в состоянии, ну я бы сказал, такого взлёта, да, взлёта, в том числе и физического, вот они в прекрасной физической форме очень были. Потом вот такие, какие-то невероятные шармёры, вот, и там какое-то огромное количество всяких, вообще, так сказать, интриг вокруг этого, плелось какие-то, значит, чудесные девушки с не менее какими-то чудесными другими девушками, и, значит, там что-то такое крутилось, вертелось. А дело было не в девушках, дело было в том, что оба они, вот, были в прекрасной совершенно форме, и то, что случилось, я не понимаю, я не понимаю, не готов понять, я не готов ничего сказать, какая-то катастрофа, понимаете, случилась. Причём, когда заболел Саша, был ужас. А потом мне Таня сказала, слушай, позвоню Олегу, я что-то в интернете читал, я говорю, Таня, что ты говоришь глупости, ты сама врач, и прекрасно знаешь, что в одну воронку два раза снаряд не попадает. В ту же самую в ту же самую воронку, тем же самым снарядом. И мы, я с ними и с тем, и с другим был очень дружен. И как бы вот этот фильм ещё для меня и, что ли, память о нашей дружбе. Самая такая, что ли, настоящая подлинная память. А, да, ещё сразу, чтобы, извини, чтобы, так сказать, это легенда по поводу того, что мы 15 лет снимали Анну Каренину. Такая, ну, а я не против, я вообще всячески за легенды, которые окружают кино и фильмы. Значит, 15 лет мы деньги искали. То есть 15 лет я попрошайничал. Причём так ходил, говорит, дайте, дайте. Зачем? Это Анна Каренина, да ну вот, брось ты, ну, приходи как-нибудь с чем-то другим. Хорошо, я в другой раз зайду. Да и нет. И так 15 лет. То есть то, что мы увидели, собственно, в фильме «Два аса-2». То, что мы увидели в фильме «Два аса-2», заняло там, в отличие от быстротекущей «Два аса-2», 15 лет. А сняли мы очень быстро. Мы сняли, значит, так. Тот вариант, киновариант Анны Карениной, который вы видели, фильм «Два аса-2» и пятисерийный вариант для телевидения. Он ещё выйдет, мы его готовим сейчас к выходу. И опять вот Константин Львович Эрнст, он проявляет удивительное, так сказать, благородство и заинтересованность в этой картине. Потому что он говорит, давай мы сначала используем все возможности проката, такого кинотеатрального проката. Потом ты дашь знак, и мы её покажем. Хотя он имеет право, конечно, на всё, потому что его вклад в картину очень значительный.